здравствуйте драгоценные мои друзья ну что же сегодня 24 октября 2024 года от рождества христова и наша с вами традиционная ежедневная рубрика новости хреновости итак драгоценные мои друзья что же нам прошлый день принес какие новости давайте посмотрим дети квадро беры квадро беры квадро боберы сбиваются стаи уходят в леса ищут желуди и мухоморы уверенно депутаты петербурга то есть ну друзья мои мы понимаем что это перебор от детских масочек до поисках в лесах я думаю все таки депутата нихрена не понимают в квадро боберах не разбираются но президент белоруссии александр григорьевич лукашенко разбирается в квадро боберах и так давайте про лукашенко лукашенко объявил о намерении участвовать в выборах президента в двадцать пятом году предстоящие выборы станут для него седьмыми лукашенко находятся власть уже 30 лет ранее он заявил что уйдет на покой когда об этом ему скажет народ то есть народ должен сказать этот григорьевич уходи но я помню друзья мои помнится было когда это были были там буза белоруссии года четыре назад и тогда вот на какой-то завод он приехал ему там рабочие сказали уходи но он как бы ушел по моему рабочих разогнали но значит видимо рабочий нет то есть никто не скажет а рядом будет человек который не предаст то есть понимаем что григорьевич будет на своем посту до конца до конца до самого-самого донышка и так что же у нас еще и тот же тот же лукашенко говорит что этих квадроциклов имея ввиду квадроберов у нас нету в белоруссии а просто все очищено ни одного квадро бобера нету я друзья мои подозреваю что один то все-таки есть один есть он конечно не носит на себе маску но он по моему играет в лося в такую картофельного вот один точно есть такой основной больше ни одного нету бобера а вот один квадроцикл там там присутствует и также лукашенко ну немножко пропылесосил байдена с трампом дураки все сказал он имея ввиду и на не байдена а эту ну тетку которая вместо байдена и самого значит самого трампушку он как говорится назвал дураком в этом я с ним согласен потому что действительно дураки все лукашенко раскритиковал выборов сша и заявил что они такие кандидаты не в россии не в белоруссии никто бы из них никого бы из них не выбрали а выбирают только одного такого большого и лысого и еще одного такого маленького пляши вот вот эти они дураки это прямо красавчики один здоровый другой маленький такие бим и бум в общем друзья мои в общем лукашенко готовится к выборам и такую предвыборную вещь всех квадро боберов в беларуси вымели значит ну и самих кандидатов в президенты в соединенных штатов назвал дураками значит путин впервые показал купюру единой валюты брикс которая в будущем может стать альтернативой доллара после этого он с улыбкой показал купюру министром только одна купюра сколько там в ней один один брикс или там тысяча бриксов какая купюра непонятно он передал эту купюру эльвире сахибзада не набиулиной а то скривила свою и без того недовольную морду сказала эта валюта нам не подходит в общем набиулина так сказать против видимо видимо что-то ей что-то ей так сказать свербит и так председатель госдумы вячеслав лодин потребовал к себе даже не к себе а в кутузку запихнуть самого чубайса рыжего чубайса вызвать а так сказать из израиля и спросить на него на за него наконец-то за приватизацию за ваучеры за роснано за электросети за все потому что уж чубайса здесь начудил побольше всех и ловко свалил все остальные сейчас типа отвечать будут в скором времени а чубайса нету и ну как бы володина заело он призвал экстрадировать в россию бывшего граву аравой ес и роснано и значит спросить с него строго ну друзья мы чубайс хитрый и против него вот кто не выступал те сдувались но посмотрим кто кого этот володин или чубайс значит рос этот комнадзор собирается сблокировать звонки через мессенджеры то есть через ватсап через телеграм потому что этими звонками пользуются значит экстремисты а сколько а сколько нормальных людей пользуются это хрен его знает значит и в связи с этим значит они будут блокировать то есть писать можно будет а звонить нельзя и вот этот глава ведомства гражданин липов фамилия говорящий такой лепит все чтобы все что не побудя хочет нам телеграм и ватсап значит грохнуть значит он отметил что программа продолжит работать а звонки проходить не будут тут кстати сегодня еще новость что гос 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 как сказать конторы закупают себе тендеры vpn закупают значит государство борется и пеном или они значит должны смотреть запрещенный контент а значит а люди нет то есть они там 17 чем-то то ли то ли миллионов то ли миллиардов на это дело на закупку vpn для госорганов но друзья мои значит получается народу нет а сами значит они будут youtube чик насматривать в алтайским крае нет денег не хватает а еще волонин видите все они тут смотрите и лука что-то разошелся и волонин прямо тут чубайса подать их что-то там назревает какая-то недаром они свои эти попы начали рвать волонин назвал губернатор томенко некомпетентным руководителем потому что губернатор попросил денег ну нужно там нельзя для чего ему но волонин сказал все деньги должны быть в москве губернатором там крутись как хочешь тебе там пестик далее знак далее вот и крутись как хочешь и так значит глава глава ростеха сергей чемизов заявил о готовности конкурировать с боинг и airbus у нас своих самолетов ничего а мы уже будем конкурировать с боингом и с airbus при этом поставки лайнеры нового ms-21 переносили уже пять раз 2016 на 25 26 год значит супер джет 100 огранились в партии 150 машин а перевыпуск ту 214 не начался вообще хотя обещали поставить 12 бортов в этом году году но значит конкурировать чем будем конкурировать кукиши им показывать там издалека что там летит airbus а мы ему кукиш покажем у нас тут свое но друзья мои конечно но хоть бы не позорились председатель софт феда валентина матвиенко уверена в способности россиян переплюнуть илона маска со слов валентина матвиенко россияне обладают потрясающими мозгами и могут буквально все но для этого нужен хотя бы толчок в виде санкций запада ну знаете есть вот есть еще одна очень важная деталь когда вот эти все матвиенко володины и все с ним это банда соберет чемоданы и перестанет издавать мерзкие законы перестанет так сказать науку душить тогда я уверен что в россии найдутся талантливые люди которые действительно смогут и изобретать и производить пока сидит матвиенко там то даже даже все любой талант его сразу же прижмут а то и грохнут без всякого сомнения то есть талант здесь просто не выживает когда он уедет туда он там будет все делать почему так значит что то здесь у нас вот настроечку такую в госдуме надо подправить ну что же друзья мои а банда из двоих вымогателей в москве насильно сажала незнакомых девушек в автомобиль и заставляла отдать деньги и взять микрокредиты первую жертву банда поймала в большом дровяном переулке девушка отдала похитилим сто пятьдесят семь тысяч вторая потерпевшая попала в машину на улице щепкина у него отобрали сто тридцать тысяч третий эпизод произошел на улице рабочий 95 тысяч рублей вымогатели удалось задержать против них возбуждено дело похищение вымогательства ну как вы понимаете это все так сказать были люди с этими с такими бородами такие бородатые зайцы и удивляюсь там трех девушек и у каждого там укажи за сотню эти вот как бы девушки ходят с такими с такими суммами и и и и вымогатели какие хитрые как в какого на прямо вычисляют там взяли бы меня голодранца что там с меня взять там да там это шишка армане да нет они вот девушек богатых ну хорошо что полиция задержала друзья мои так же смотрите уже уже в москве начинают хватать машину сажать и там нож горло давай там все деньги давай еще мы на тебя кредит возьми их времена тяжелые ну ладно драгоценные мои друзья давайте надеюсь увидимся с вами еще бог даст так что не поминайте лихом пока счастливо до свидания